Ветераны Глава района Валерия Венцель вручил Александре Стефановне цветы и подарки и за чашечкой чая пообщался с юбиляром. Она рассказала, что когда началась война, ее семья жила в небольшом городке Горске на Украине. Мужчин забрали на фронт, а ее 16-летнюю девушку взяли с санитаркой в госпиталь. Там почти год юная Александра делала перевязки раненым солдатам и помогала врачам. Потом жили в деревне у дяди. Александра носила выращенную картошку и морковь партизанам, пока через некоторое время девушку не распределили на завод. На заводе, в Донцотовый завод мы там работали. А потом у нас, как война закончилась, послали 30 человек у Харькова на восстановление Харькова. У Харькова там более два года. Именно в Харькове Александра Стефановна познакомилась со своим будущим мужем Иваном Николаевичем Косаревым, который после тяжелого ранения на фронте был призван годным к нестроевой и распределен на завод. Он говорит, девчата, идите ко мне малярами работать, вам будет легче, чем вот эту носилку таскать. То каменщикам помогать, то у нас, то кипич таскать, то раствор таскать. Так с легкой руки Ивана Николаевича наша героиня обрела профессию. Молодые поженились в 1947 году, а через два года приехали по распределению строить коксогазовый завод. И первые многоквартирные дома будущего города Видное, да тут и остались. Начали строить этот дом культуры, потом этот почт начали строить, потом горсовет, потом школы начали, первую и вторую пошкольные, потом дома начали строить на советской. Квартиру на улице Гаевского Косареве получили в 1961 году и прожили здесь всю свою жизнь. Жили душа в душу. Дядя Ваня тетю Шуру любил очень, ну и бабка любила его, но такую любовь я еще никогда нигде не видела. Он был горой за нее, никогда он в обиду нее не давал. Последние 15 лет Косаревым помогает по хозяйству племянница Ивана Николаевича Людмила Авакумова. В марте 2017 года наша съемочная группа уже приезжала к ним в гости, чтобы поздравить Ивана Николаевича с 95-летием. Но, увы, вскоре его не стало. Но Александра Стефановна по-прежнему не одна и окружена заботой. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ. Да, да.